Black Desert Online это морг, которая даже в 2021 году была очень популярна и в которую играли многие игроки. Но стоит ли играть в эту игру в 2022 году? В сегодняшнем видео ты услышишь все о Black Desert Online, о том, что происходит в настоящее время и чего мы можем ожидать в будущем от этой морг. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на мой канал YouTube, чтобы увидеть больше игровых видео, руководств, новостей и обзоров от World of Morp Gaming. Black Desert Online это фэнтезийная морг, ориентированная на песочницу, разработанная корейским разработчиком Pearl Abyss и первоначально опубликованная для Microsoft Windows в 2015 году. Мобильная версия под названием Black Desert Mobile была первоначально выпущена в Азии в начале 2019 года и во всем мире в декабре 2019 года. Четыре версии Xbox и PlayStation, известные просто как Black Desert, были выпущены также в 2019 году. В эту игру можно бесплатно играть в некоторых частях мира, но в других изданиях, включая издание на английском языке, она соответствует бизнес-модели мальчик, чтобы играть. Важно отметить, что в 2018 году, вероятно, началась работа над приквелом к временной шкале Black Desert под названием Crimson Desert. Но во время разработки он стал отдельным автономным IP с другой сюжетной линией и новыми персонажами. В настоящее время, когда я снимаю это видео, у нас все еще нет какой-либо даты релиза Crimson Desert, но игра находится в разработке, так что, вероятно, в течение 2022 года мы, по крайней мере, увидим некоторую фазу тестирования, если не выпуск игры. Если ты никогда раньше не играл в Black Desert Online, то тебе нужно знать, что бой в этой игре основан на действии, требующем ручного прицеливания и свободного передвижения, аналогичного тем, которые встречаются в шутерах от первого лица. Игра предлагает жилье, рыбалку, сельское хозяйство и торговлю, а также крупные PvP, осады и сражения за замки. Активная боевая система требует точного ручного прицеливания, уклонения и использования комбо. В отличие от топовой системы прицеливания, которую можно увидеть в большинстве морбк, навыки могут быть активированы во время использования комбо для атаки, уклонения и блокирования. Игроки также могут участвовать в конном бою, а для приручения в дикой природе требуются скакуны, и игроки могут разводить специальных скакунов, спариваясь с определенными типами. Игра включает в себя ряд функций, помогающих с погружением и аспектом песочницы. Динамическая всемирная погодная система включает в себя крупномасштабные события, такие как тайфуны, и будет влиять на игровой процесс. Локализованная погода будет включать такие события, как временный туман, который игроки могут использовать для совершения внезапных атак на структуры гильдии прибытия. Существует также динамический цикл день-ночь с постепенным прогрессированием эффектов молнии в течение ночи. Некоторые НПК станут недоступны, когда они вернутся домой, и монстры будут сбрасывать больше корней. В зависимости от того, день сейчас или ночь, доступен разный игровой контент. Жилье для игроков предоставляется мгновенно и варьируется по размеру и местоположению. Игроки могут обставлять и обустраивать свое жилье, покупая мебель для НПК или во время крафта. История игры Black Desert Online переносит нас в мир высоких фантазий и вращается вокруг конфликта между двумя соперничающими нациями, республикой Колфилд и королевством Валенсия. Кальфион материалистичен, тогда как Валенсия очень духовна. Давным-давно в четырех основных областях, Каулоне, Сирении, Балоносе и Медионе, царил мир. Все изменилось, когда Черная Смерть начала распространять настоящих торговцев из Валенсии в районе к востоку от Мадии, которые контролировали торговлю. Многие во всем мире умерли от чумы. Некоторые, кто этого не сделал, были изгнаны из-за черной смерти, вызывающей паранойю. В конце концов, три основные области заключили союз и начали войну, которая длилась 30 лет. При этом СМИ получали наибольшую прибыль, собирая черные камни и продавая их другим. После войны альянсы потихоньку начали вести торговлю с Валенсией. В очередной раз возникла напряженность, когда другие области обнаружили важность черных камней. Отчаявшись разбогатеть, они тоже начали искать черные камни. В Кальфионе не было места, где хранились бы драгоценные черные камни, поэтому им пришлось держаться подальше от остальных. Это привело к дальнейшим конфликтам с Валенсией из-за того, что в Валенсии была обширная черная пустыня, в которой было много черных камней. В течение 2021 года мы увидели несколько выпущенных новых классов, и разработчики могут предоставить игрокам множество интересных событий для участия. Так что давай проверим, что происходит с Black Desert Online прямо сейчас, и чего мы можем ожидать от видео в самом ближайшем будущем. Я здесь на официальном сайте Black Desert Online, но прежде чем мы куда-нибудь пойдем, прежде чем я начну говорить о чем-то еще, касающемся этой игры, мне нужно тебе кое-что показать. Я действительно рад тебе кое-что показать. Посмотри на это. Итак, мы получили много новых обновлений, много новых вещей в Black Desert Online в течение 2021 года, и некоторые вещи, конечно, появятся в течение 2022 года. Но мне нужно показать тебе новые наряды. 22 декабря на эту игру придет большая перезагрузка классов, и они подготовились. Я имею в виду, посмотри на эту красоту одежды. Это наряд для газона. Посмотри на это. Я имею в виду, когда ты видишь что-то такое красивое, как это. Я играю во многие морбк. Но я должен признать, что даже сегодня, в 2021 году, и это останется в 2022 году, Black Desert Online останется одной из самых красивых морбк, когда-либо созданных. Посмотри на этот наряд. Это еще не все. Позволь мне показать тебе темного рыцаря. Это новый наряд для темного рыцаря, который выглядит совершенно захватывающе. Посмотри на это. Я так сильно уважаю разработчиков из Pearl Abyss, потому что создать что-то подобное действительно красиво. Посмотри на эту броню. Посмотри на это оружие. Это выглядит абсолютно красиво. Абсолютно красивый. Кроме того, мне нужно показать тебе, что я видел одно видео, как несколько недель назад они распаковывали фигурку темного рыцаря. Это видео есть на официальном канале YouTube или в сети Black Desert. Я, конечно, помещу ссылку в описании под моим видео, чтобы ты мог это проверить. В любом случае, в этом видео они распаковывают эту фигурку темного рыцаря и эту фигурку. Посмотри, как это выглядит и почему я вообще говорю о красоте этих персонажей. Почему я вообще говорю об этом новом снаряжении черного рыцаря, или в основном о многих других классах, которые вы можете проверить или там на их официальном сайте? Ну, есть простая причина, по которой ты знаешь, что когда ты играешь в Морбк, ты не играешь ни в одну Морбк один час в день, или, может быть, два часа в день. Ты много в это играешь. Я предполагаю, что два часа в день, это минимум, например, пять часов в день, шесть часов в день, или, может быть, даже больше. И когда ты играешь в эту игру, очень важно, чтобы перед тобой действительно было что-то красивое. Прекрасный открытый мир, красивая графика и, конечно же, красивые персонажи. Поэтому, когда я играю, как я уже сказал, в любую Морбк, дело не только в графике. Конечно, речь идет о игровых функциях, о многих вещах, которые делают одну Морбк хороший Морбк. Однако, качество графики, красивая графика перед тобой, которую ты смотришь по шесть часов в день, очень важны. Гораздо приятнее смотреть на что-то красивое перед собой в течение шести часов, чем на что-то уродливое. Я думаю, ты можешь согласиться со мной в этом. Итак, что касается нарядов и в целом того, как выглядит Black Desert Online, если вы никогда раньше не играли в эту игру, вам нужно попробовать в нее поиграть. Если и не за что, то только по одной причине, посмотреть, как прекрасна эта игра. Но теперь хорошо, давай начнем говорить о Black Desert Online и о том, что там происходит. Потому что да, я уже достаточно говорил о красоте нарядов. Давай посмотрим, что там происходит. Поэтому, когда ты хочешь увидеть, что на самом деле происходит с какой-либо Морбк, в принципе достаточно перейти на официальный сайт этой Морбк и проверить активность разработчиков. Что происходит с обновлениями, новыми классами, уведомлениями, событиями в целом? Посмотри на это перед собой. Посмотри на это огромное количество событий и обновления. Посмотри на это. Это зимняя забота. В настоящее время в Black Desert Online происходит так много событий, и это произошло в 2021 году. Это действительно удивительно. В течение 2021 года у нас будет что-то вроде этого. Три новых класса в Black Desert Online. У нас есть Нова, у нас есть Мудрец, и у нас есть Корсар. Давай, три новых класса у нас недавно появились, верно? И я могу только предположить, что они готовят порядок в жемчужной бездне. Разработчики, вероятно, готовят для нас несколько действительно приятных сюрпризов на 2022 год, но как я уже сказал, проверьте только здесь огромное количество событий, происходящих в игре. События в Морбк очень-очень важны, потому что они поддерживают эту мотивацию, они заставляют игроков быть занятыми. Так что, если у тебя происходит много событий, ты можешь взять, может быть, какие-нибудь приятные вещи бесплатно. Итак, что касается онлайн-активности Black Desert, эта игра жива. Абсолютно да, абсолютно. Посмотри на это. Что там происходит? Давай пойдем дальше. Давай проверим население на службе. Я здесь, в базе данных Steam, и я знаю, что это не общее количество игроков, потому что многие игроки, на самом деле большинство игроков, играют в Black Desert Online в своем клиенте, а не в Steam, верно? Но на самом деле мы здесь не для того, чтобы посмотреть цифры. Мы здесь для того, чтобы проверить тенденцию. Эта строка здесь, а не зрители Twitch, а не игроки. Вот эта строка, на которой показан игрок Strand. Как ты можешь видеть здесь, где прядь неуклонно растет, понемногу она растет. И даже на этом графике, когда вы можете видеть, с июля 2017 года по июль 2021 года. Посмотри, эта диаграмма выглядит совершенно потрясающе. Black Desert Online это не новая морпг. Здесь прошло много времени, но посмотри на это. Цифры все еще растут, и я должен признать, что это неудивительно. Как я уже сказал, дело не только в графике, это прекрасно, но и в целом в деятельности. То, что постоянно происходит с Black Desert Online, показывает нам, что они активны, что они заботятся об игре, и они будут продолжать совершенствовать игру, и привносить в нее множество новых функций. Так что в настоящее время, когда я снимаю это видео, перед тобой огромная вещь, которую ты можешь увидеть 22 декабря, перезагрузка класса Black Desert. Я не сомневаюсь, что это даже привлечет больше игроков в Black Desert Online. У нас 17 занятий, перезагрузка, зимний сезон. Начиная с 22 декабря, мы увидим много изменений в отношении причин. Мы, конечно, увидим новые наряды, но также изменения, касающиеся навыков. Итак, что касается Black Desert Online, стоит ли играть в эту игру в начале 2022 года? По сути, когда я снимаю это видео, сейчас почти конец 2021 года. Так, стоит ли играть в эту игру в 2022 году? Абсолютно да. Если существует какая-то морг, в которую все еще стоит играть в 2022 году. Но их совсем немного. Я мог бы назвать несколько из них, но я не буду говорить об этом прямо сейчас. На моем канале YouTube есть другие видео, которые ты можешь посмотреть на эту тему. Сегодня я говорю о Black Desert Online. Стоит ли играть в эту игру в 2022 году? Абсолютно да. Как я уже сказал, особенно если ты никогда раньше не играл в Black Desert Online, тебе нужно попробовать поиграть в эту игру. Просто если не для чего другого, ты сможешь сказать, хорошо, я мог бы попробовать поиграть в эту игру. Разработчики этой игры очень активны и, как правило, происходят. Что касается Black Desert Online, ну там много чего происходит. Так что, если у тебя есть время, я могу тебе очень порекомендовать. Проверь Black Desert Online. Дай мне знать в комментариях ниже. Видео, что ты думаешь о Black Desert Online. Ты когда-нибудь пробовал играть в эту морг? А если бы ты это сделал, как тебе это понравилось? Если ты никогда раньше не пробовал играть в Black Desert Online, будешь ли ты играть в нее в будущем? Спасибо тебе за просмотр видео, и обязательно подпишись на мой канал YouTube, чтобы увидеть больше видео Морбк в будущем. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok